Сегодня на заседании Высшего экономического совета Чувашской республики представлен итоговый вариант комплексной программы социально-экономического развития региона. Комплексная программа – это план действий по развитию республики на ближайшие пять лет. В документе сотни проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам. Программа широко обсуждалась в экспертном сообществе, свои предложения высказывали и жители. В течение пяти лет мы планируем, чтобы Чуваша стала и получила имидж экологически чистого, здорового региона. Это, конечно же, благоприятная экологическая обстановка, то, что мы с вами имеем, наш ресурс. В республике имеется развитая инфраструктура местных санаториев, отличные минеральные воды и грязи. Имеющаяся модель производственного процесса аграрного сектора позволяет производить экологически чистую продукцию сельского хозяйства и органические продукты питания в соответствии со стандартами, которые разрабатываются сегодня соответствующие президентам для создания российского зеленого бренда. Ключевая часть в промышленности – обрабатывающие предприятия. Они смогут разместиться в технопарках, территориях с льготными условиями ведения бизнеса. Таких планируют создать восемь. Сейчас правительство России рассматривает Новочебоксарск как претендент на статус территории, опережающего социально-экономического развития. Мы, в принципе, в работе ожидаем определенной сложности с Минфином. Сегодня уже в ходе рабочего совещания этот момент проговаривали. Но могу точно заверить, что министерство своей стороны сделает все необходимое и внесет в правительство данный документ с тем, чтобы все-таки положительное решение по нему состоялось. Развитие экономики напрямую связано со сферой IT-технологий. Из показателей 71% жителей Чувашии получают госуслуги через интернет. За последние 30 дней открыто более 960 вакансий цифровой сферы. В программе зафиксированы так называемые «слепые зоны» – там, где нет связи на селе. Неравенство надо устранять. Республика заявилась и на получение федеральных субсидий. Процесс формирования всех субсидий продолжается. Мы сегодня ждем корректировки по школам о доступности широкополосного интернета, по ФАПам, по объемам, которые еще можем показать. И, соответственно, подведем общую конструкцию. На следующий год республика может рассчитывать на эти субсидии. Они действительно очень важны. Ну и самое главное – не останавливаться на достигнутом. Программа содержит векторы направления для всех ключевых отраслей сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения. Всего 6 томов, включающих более 1300 проектов и мероприятий. Рассчитанные финансы, учтены более тысячи комментариев и пожеланий. Ознакомиться с программой можно на официальном сайте правительства Чувашии. Телевизионную версию заседания Высшего экономического совета можно будет посмотреть после выпуска новостей в 20.30 и на нашем YouTube-канале.